Что такое простое число? Число, которое больше единицы и при этом не имеет никаких делителей, кроме единицы и себя. Правильно? Отлично. Что такое мультипликативная группа вычинок по на 100? Очень просто. Берем какое-нибудь простое число. Например, V равно 7. И выписываем табличку умножения. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. На пересечении каждый раз пишем остаток отделения на 7. Обносите, что это очень несложно. На единицу умножить вообще-то просто. Я понимаю, что это симметричная табличка, поэтому в принципе... 5, здесь 3, здесь 5. Не только осталось. 1, 2, 24 минус 21, 3. 15 даст единицу. 20 даст 6, 25 даст 4, 30 при 3 на 7 даст 2. Замечательно. 18 это у нас даст 4, 24 даст 3, на 30 даст 2 и, наконец, 36 по делению на 7. Ну вот, господа, мы составили таблицу умножения по 1 до 6. Заметьте, уже эта таблица дает важную информацию. В каждой строке присутствуют по одному разу все числа от 1 до 6. В каждом столбце то же самое присутствуют все по одному разу все числа от 1 до 6. Так будет всегда. Вот давайте это выделим в качестве такого первого факта. Итак, диарет. Если число А не делится на В... Так, В у нас всегда простое, и я это не буду даже... И так, если А не делится на В, то числа А, 2А и так далее, В-1А, дают разные остатки при делении на В. Ну, очевидно. Абсолютно очевидно. Потому что, если мы у нас были какие-то одинаковые остатки, если какое-то число АХ дал вот такую же остатку, как АЮ, то в таком случае разность делилась бы на В. То есть, мы вот написали вот так, что это делится на В. А это означает, что А умножить на X минус Y делится на... Если А не делится на В, значит, X минус Y делится на В. Получается, что просто одно и то же, потому что X и Y были от одного до того. Господа, разумеется, в этом месте я вас чуть-чуть обману, потому что трогал в этом месте, я сослался на такой важный факт. Если произведение двух чисел делится на простой чисел, ну, хотя бы один из может. Это называется основная теорема арифметики. И давайте я это сейчас не буду обсуждать. Это важная теорема. Что называется, посмотрите... Просто иначе нас слишком в сторону повело. Я считаю, что ее все знают, а те, кто не знают, обязательно узнаете. Это интересно, я сама по себе этот человек не делаю. Я считаю, что это все понимают. Замечательно. Доказали, что они разные. Поскольку они сходят на Синопе, то они все не другие. И значит, действительно, по принципу, деление просто другому не может. Отлично. Отлично. Какие следствия сразу можно получить? Вот из этого. Мгновенным следствием является так называемая малая теорема. Мы не проясняем, почему. Малая теорема. Потому что, если вы выписываете... Ну, давайте, например, для тройки. Вот смотрите, что здесь есть. Третья строка. Трижды один – это три. Трижды два – это шесть. Трижды три – два. Трижды четыре – пять. Трижды пять – это один. И трижды шесть – это что? Это четыре. Вот если у вас есть такие сравнения по мудрю 7, то вы умножите и все перемножите. И получите замечательную вещь. Три в шестой степени умножить на шесть материалов – это то же самое, что шесть материалов. Отлично. Переносим другую часть. Получается три в шестой степени минус один умножить на шесть материалов делится на семь. Семь – простое число. Шесть материалов делится на семь. Значит, три в шестой степени и без единицы делится на семь. Три в шестой степени дает такую достатку, как единица, пределение на семь. Обратите, пожалуйста, внимание, здесь число семь. Совершенно случайно. Здесь мы начали. И в общем виде это записывается так. Надо взять числа а умножить на один, а умножить на два и так далее, а умножить на п-1. И числа один, два и так далее, п-1. Если вы перемножаете вверху, то получаете а в степени п-1 умножить на п-1 с материалом. Но, как мы с вами виситой таблицы поняли, это то же самое, что п-1 с материалом. Потому что, когда смотрим на остатки, то они фактически так и не ставят. Ну и значит, опять-таки, а в степени п-1 минус 1, после умножения на п-1 в материал, делится на п. Значит, а в степени п-1 дает остаток один, пределение на п. Отлично. Вот я доказал малую тремлю. Теперь давайте думать, нельзя ли еще что-то интересное получить из нашей таблицы. Ну, сначала философсу немножко. Философия такая. Если в строчке присутствуют все числа от одного до принес одного, то в частности там присутствует единица. А это значит, что для каждого числа есть обратная помода. То есть, когда вы берете любое число, не делящееся на п, то существует такое число, что произведение дает остаток один. Логично такие два числа называть заинобратным помодом п. То есть, число умножаешь на другое число, и остаток получается равном единице. Значит, мы можем писать в дроби такого вида, скажем, две, не знаю, третих по модулю 7. Это что такое? Дочек. Что такое одна третья? Вот смотрим в третьей строке, где единица. Одна третья, это, на самом деле, пять. Значит, пять умножить на два, тоже смотрим по таблице, пять умножить на два, это три. Замечательно. Значит, две трети, это, на самом деле, то же самое, что число. Вот это позволяет нам действительно говорить, что это поле. Поле. То есть, можно не просто складывать и вычитать умножать на остатки.